Здравствуйте! Сегодня я предлагаю вашему вниманию рецепт необычного торта, который называется Венартерта. Этот исландский десерт вообще-то принято относить к многослойным пирогам, но за свой роскошный внешний вид это лакомство часто именуют тортом. В переводе на русский язык Венартерта означает венский пирог. Считается, что этот рецепт был завезен в Исландию из Дании. Сами исландцы нередко называют свой традиционный десерт полосатая леди. Традиционно эту сладость готовят в период новогодних праздников и на Рождество. Но я считаю, что этот десерт настолько необычен, настолько вкусен, что его можно приготовить на любой праздник. Попробуйте и вы удивитесь, какой необычный получается вкус, в принципе, из обычных продуктов. В первую очередь следует, конечно, заняться начинкой. Для этого я взяла 700 грамм чернослива, тщательно перебрала, убрала там палочки, косточки, если попадаются. Теперь я заливаю это водой 300 мл. Не обязательно, чтобы вода полностью покрывала сливы, всё зависит от ёмкости, которую вы взяли. Теперь я отправляю на огонь и после закипания буду варить минут 15-20. Но вы смотрите, чтобы слива стала такой мягкой. Для теста мне понадобится 500 грамм муки, 220 грамм масла или маргарина, 200 грамм сахара, 2 яйца, 1 столовая ложка молока, ванильный сахар пол чайной ложки, пол чайной ложки соли, 10 грамм разрыхлителя и 1 чайная ложка кардамона. Сначала я разотру сливочное масло с сахаром и с ванильным сахаром. Можно брать для теста и маргарин, только хорошего качества, но всё-таки со сливочным маслом получается вкуснее. Теперь я по одному буду добавлять яйца и каждый раз взбивать. Добавляю столовую ложку молока, можно взять сливки и молотый кардамон. Ещё немножко взобью. Теперь я постепенно буду добавлять просеянную муку вместе с разрыхлителем. Сначала я буду размешивать миксером, пока это возможно. Потом, когда тесто загустеет, размешаю и замешу его руками. Теперь, когда тесто у меня стало густым, я присыплю стол мукой и продолжу вымешивать его на столе. Долго вымешивать его не нужно. Тесто должно остаться таким мягким, эластичным. И следует помнить, что муки вам может потребоваться другое количество, не такое, как заявлено в рецепте. Ну вот, всё, тесто готово, его слишком долго месить не надо, оно должно остаться очень мягким. Оно такое прям мягкое-мягкое, но за счёт большого содержания масла оно не липнет к столу. Оно очень мягкое. Теперь я помещаю тесто в мешок. Немножко его расплющу. И отправлю в холодильник минут на 30. Пока тесто у меня охлаждается, я продолжу заниматься начинкой. Чернослив у меня сварился. Вода вся выкипела или впиталась в сливу. Чернослив получился уже такой, как повидло. Теперь я добавляю сюда 50 граммов сахара. По рецепту положено добавлять сахара больше. Поэтому, если вы очень любите сладкое, значит, кладите сахара вплоть до 100-120 грамм. Но я считаю, что чернослив и так сладкий сам по себе, и для меня сахара будет достаточно. Теперь добавляю пол чайной ложки ванильного сахара, пол чайной ложки корицы и пол чайной ложки опять молотого кардамона. Всё. Размешивать сильно не буду. И при помощи погружного блендера превращу всё в однородную массу. Воспользоваться можно и обычным блендером, только в этом случае массу, конечно, нужно предварительно остудить. Ну вот, повидло из чернослива у меня готово. Теперь мне нужно полностью остудить. Ну, пока я буду заниматься тестом, конечно же, эта масса остынет. Запах просто фантастический, я вам не могу передать. Очень вкусно пахнет. Хочется прям попробовать это повидло, какое же оно на вкус. Но поверьте, оно очень вкусное. Тесто у меня полежало в холодильнике. И теперь я буду его делить на 8 частей. Чтобы разделить тесто точно, можно воспользоваться весами. Теперь из каждого кусочка мне нужно сделать круг. Круг можно делать любым удобным для вас способом. Можно нарисовать также на пергаменте круг диаметром нужным. У меня это где-то 23 сантиметра. И раскатать. Можно сначала раскатать пласт, потом вырезать тоже нужного диаметра. Можно взять форму стеклянную, например, и распределить по дну пальцами. Количество коржей будет зависеть, естественно, от диаметра, который вы желаете. Если вы берёте форму и распределяете руками, можно взять не только круглую, например, квадратную или прямоугольную форму. Так что способ выбирайте сами, какой вам больше удобнее. Я раскатала корж нужного диаметра. Потом будет возможность, естественно, его подровнять. Теперь я отправляю в духовку разогретую до 180 градусов. Совсем на немного, минут на 8, наверное. Но вы ориентируйтесь по своей духовке и следите, чтобы корж у вас сильно не зарумянился. Пока у меня выпекается один корж, я раскатываю следующий. Коржи у меня готовы, они уже остыли. Остывают они очень быстро, так же, как и выпекаются. Я сразу подровняла каждый корж. Коржи получаются очень тонкими и хрупкими, поэтому это надо учитывать, когда вы будете их ровнять. Они очень легко ломаются. В принципе, торт можно подровнять сразу весь целиком, когда он уже будет готов. Теперь я буду коржи промазывать нашей сливовой начинкой. Я выкладываю на каждый корж повидло и размазываю. Повидло где-то, наверное, ложки по 2 при моём количестве слива. Если у вас большее количество слива, значит, берите больше. Аккуратно размазываю. Распределить повидло нужно так, чтобы его хватило на все коржи, учитывая, что верхний корж мы не будем покрывать повидлом. Я хорошенько промазываю края. Обязательно. Ну и всё. Достаточно. Теперь выкладываю следующий корж и также промазываю. Хочу ещё обратить внимание на такой момент. Как вы уже, наверное, заметили, что в рецепт и в тесто, и в начинку идёт кардамон. И такое внушительное, в принципе, количество кардамона. Если вам не нравится кардамон, если вы его пробовали, то ничем его заменять не нужно, просто не добавляйте. Потому что, в принципе, кардамон, я считаю, что ничем нельзя заменить, потому что у него такой своеобразный вкус. Если вы никогда не пробовали, то, если у вас есть возможность найти эту пряность, то вы всё-таки попробуйте, потому что именно кардамон придает данному торту или пирогу вот этот неповторимый вкус. Кардамон, конечно, тоже должен быть хорошего качества, потому что я до этого покупала в магазине фасованный кардамон. А последний раз я купила на рынке на развес у торговцев пряностями. И вы знаете, это небо и земля, вкус и запах совершенно другой. Теперь я только буду покупать на рынке пряности. Если у вас нет такой возможности ни в магазине, ни на рынке, значит, в принципе, можно заказать по интернету. Потому что я ещё раз повторюсь, что заменить по вкусу кардамон, я считаю, что, в принципе, нечем. Всё, я выкладываю последний корж, слегка так прижимаю. Напомню, что сверху я не покрываю повидлом. И теперь я просто приглаживаю бока, чтобы не торчала начинка. Всё это, конечно, можно делать лопаточкой, но мне почему-то лопаткой неудобно. Мне больше удобнее вот таким большим ножом. Поэтому вы делайте, как вам удобно. Всё, бока я пригладила. Теперь мне нужно полностью обернуть тортик в пищевую плёнку. Я заматываю пирог в пищевую плёнку очень аккуратно. Стараюсь это делать плотно. Нужно это сделать и сверху, и снизу. Очень аккуратненько. Это вот у меня нижняя часть. Если он где-то потрескается, ничего страшного. Заматываем его со всех сторон обязательно. Пирог я обернула со всех сторон. Теперь я отправляю в холодильник. И наступает самый главный момент ожидания. В холодильник я отправляю торт на сутки. То есть не на ночь, а именно на сутки. Вообще в идеале на родине этого торта его отправляют в холодильник сроком от 3 до 7 суток. Ну, конечно же, у нас терпения не хватит столько ждать. Говорят, что этот торт можно даже заморозить и хранить несколько месяцев. Ну, мы, конечно, этого делать не будем. То есть ждём ровно сутки. Тортик провёл у меня в холодильнике ровно сутки, даже чуть больше. Теперь мне нужно очень аккуратно освободить его от плёнки. Теперь я измельчу в кофемолке обрезки от коржей, которые у меня остались. Этой крошкой я оформлю бока торта. Теперь я очень обильно посыпаю тортик сверху сахарной пудрой. И мне осталось перенести тортик на блюдо, на котором он будет подаваться. Вот, посмотрите, такой замечательный тортик у меня получился. Сейчас я его разрежу и покажу, какой он красивый внутри. Торт очень мягкий, несмотря на то, что тесто песочное. И поверьте, чем дольше он стоит в холодильнике, тем он вкуснее. То есть, вы можете сделать торт за несколько дней до предполагаемого застолья. И он настоится в холодильнике и станет лишь вкуснее. Посмотрите, какая красота! Я думаю, вы уже убедились, что торт готовится очень легко. Особенным его преимуществом я считаю то, что торт не нужно украшать. Он и так выглядит очень красиво. Вот, посмотрите ещё раз, какой он получается внутри на разрезе. Очень красивый. Я буду очень рада, если рецепт этого тортика вам понравится. Готовьте с удовольствием! Приятного аппетита! Торт-центра Торт-центра Продолжение следует...